Уважаемые друзья, здравствуйте! Вы находитесь на канале питомника Хвойный Дворик и с вами Евгений Филимонов. Напоминаю, что мы выращиваем сеницы хвойных растений и также отправляем их по регионам. Вы можете спокойно зайти на наш сайт, ознакомиться с ассортиментом, ну на данный момент весной ассортимент всегда пониже, поменьше вернее, к осени ассортимент будет побольше, соответственно, мы рассадимся, вы можете сделать заказ на весну 2024 года, также оформить его на нашем сайте. Сегодня речь пойдет о другом, многие спрашивают почему, почему я обрезаю нижние ветки, но сейчас мы это рассмотрим, почему я отвечу на этот вопрос. Итак, почему же я обрезаю нижние ветки у елей и у других растений? Ну, во-первых, как можно видеть, тут посажено довольно много растений и нижние ветки просто закрывает солнце, что мешает развиваться остальным растениям, поэтому я обрезаю нижние ветки у этого растения, именно у этого, допустим так, вот у, например, сосны, опять же крымской, я просто хочу сдержать и рост, и как можно видеть, там внутри пенек спилен, и она такая будет постоянно оставаться, я не знаю какой сквол у нее будет, но факт в том, что надо их обрезать. Туя колоновидная была в 6 метрах, обрезал я ее из-за того, что провода, а проводам она уже мешала, могла оборвать, ветра хорошие были, и это все формируется, конечно, как изгородь, как изгородь идет, но вот ель обыкновенная, скорее всего я ее трогать не буду, здесь проводам она мешать не будет, будет идти прекрасно и хорошо, так дальше, но у меня практически все деревья снизу обрезаны, потому что, когда не попадает солнце, свет начинается подгнивать, они начинают, вот здесь я обрезал тую брабант, это один ствол, сразу говорю, много вопросов было, сколько стволов в нем, это один ствол, снизу пошли, просто отростки я их оставил, здесь был можжевельник, который я убрал, потому что он начал высыхать, почему я обрезал вот эту елку, это ель обыкновенная, она набитая, красивая, хорошая, внизу тут у меня были посажены две подушковидные ели и когда она была не обрезана, не сформирована так, то солнце на них не попадало и поэтому я смотрю уже, те подушковидные ели довольно таки стали плохо себя чувствовать и поэтому я их обрезал, сейчас я перенес их на участок, у меня практически все деревья, я стараюсь, держать сгон стволом внизу, чтобы видеть как оно идет, как оно развивается и чтобы не допускать болезней, вот это сформировано так например, но я ее выше не пущу, хоть она уже под провод пошла, но однозначно она выше не будет, я буду постригать ее каждый год, когда постригать многие вопросы задаются, я снимал видео, там может не досказал где-то, где-то кто-то что-то не понял, я в начале июня это делаю и довольно успешно все происходит, ну вот подушковидная к примеру, она будет убираться и вот здесь подушковидная ель, вот видите с этой стороны она довольно плохо развивается и уже отпад иголок идет и она получается односторонняя, ее надо срочно пересаживать, я буду пересаживать, потому что не хватает ей солнца, прежде чем сажать растение пожалуйста обдумайте все, но это особенно тем касается, кто хочет сделать у себя облагородить участок, да ель вот эта вот голубая, она довольно высокая, но я думаю я еще буду обрезать, чтобы сделать под ней столик даже, какую-то зону отдыха, там шаровидную, которая растрепала снегом, тоже ничего страшного, сейчас покажу еще один экземпляр, вот эта туя восточная книжка, я решил придать ей такую форму, довольно неплохая форма, не надо ее обвязывать, не надо ничего придумывать, подошел обрезал летом, и все, и забыл про нее, считайте на год, ну здесь у нас магония растет, елочка про которую я рассказывал, можжевельник, этажерку я убрал, буду делать из нее круглый шар, поэтому так как-то, но здесь постепенно все переносится на наш основной питомник, куда мы переехали, вот ветрами вот кипарисовик можно видеть, что он его погнуло, второй кипарисовик, да он не так сильно погнут, но все-таки их надо или привязывать, или что-то с ними делать, но я скорее всего обрежу его, сосна крымская, опять же она у меня, как можно видеть, внизу тоже оголена, я практически все растения делаю так, да кому-то не нравится, кто-то скажет зачем, в комментариях были, вот обрубок сделал какой-то, ну я понимаю, что елка должна расти такая какая она есть, она и красивее и пышнее смотрится, например вот это вот ель выращена с семени, кто говорит про то, что там они не бывают голубыми семян, там все откровенная чушь, у меня все ели одного цвета практически, да она весной бывает зеленоватая, к осени набирает цвет, потом пойдет потом нормально, формировать ель нужно с того возраста, с которым вы посчитаете нужным, смотря что вы хотите от нее, если вы хотите полностью чтобы она росла и никого не трогала, то есть у вас есть место, потому что вот это вот эта ель голубая, ей уже 25 лет, она извините меня была бы ну где-то до нас, нижними ветками до нас доросла бы, если бы не мешали бы другие растения, вернее если бы я не захотел сохранить другие растения, и то можжевельник от того, что ему не хватает цвета очень плохо, это голубой можжевельник блю карпит, я вот выхаживаю уже третий год, не знаю что получится с ним, но получится, сам шит будет убираться отсюда однозначно, сосна, ну как пальма считайте, это просто формирование, ну каждый видит по-своему формировать, поэтому можно хоть как, как вы считаете нужным, но дайте им растению прижиться и конечно же дайте растению вырасти, да, вырасти для того, чтобы иметь какое-то представление о форме, о форме вот например вот эту изгородь я довольно таки давно формирую и уже третий год наверное и вот только в этом году я срезал вровень, сделал стой, ну уважаемые друзья на этом все, на вопрос я думал ответил, я обрезаю нижние ветки для того, чтобы было солнце другим растениям, это не моя прихоть, ну и мне довольно таки нравится это, это не то, что я там говорю, что это плохо или хорошо, ну еле вообще можно формировать хоть как, хоть как, я могу срезать верхний ствол например и сделать из него подушку и она будет красивым зонтиком ничего страшного это не будет, ну конечно это издевательство, кто-то скажет кто-то, ну понимаете когда у вас маленький участок, вы стараетесь что-то придумать, чтобы все компактно и красиво более-менее было, а дизайнерских решений очень много, кто-то изгаляется так над елями, вообще это очень красиво входит и входит в топ, в топ дизайнерских решений, поэтому я вам советую не обращать на это внимание, кто хочет так и формируйте, ну на этом уважаемые друзья, все с вами был Евгений Филимонов и вы были на канале питомника Хвойный дворик, опять же не забывайте заходить на сайт, посмотреть наше наличие, заказать и заказывайте, да потому что позиции слетают, позиции появляются, как на данный момент у нас появилась ель голубая двухлеткая довольно таки 10 сантиметров, которая имеет по 7 по 8 почек, но я потом как-нибудь буду на питомнике и снег сойдет, постараюсь снять обзор на ель и туя у нас появилась четырехлетняя тоже по моему там около 3000 у нас в остатке, так что заходите на сайт, заказывайте, пришлем, рассадитесь и все будет нормально